Привет всем, здравствуйте! С вами я, Александр Брас, на канале Мировая История Террора. Продолжаем обсуждать события на Ближнем Востоке, связанные с войной в секторе Газа. Свои вопросы и отношения к происходящему вы можете оставлять сразу здесь под видео. Как правило, я всегда оперативно отвечаю на вопросы. Большинство мировых СМИ ошибочно, а чаще умышленно представляют сегодняшний кризис в Восточном Средиземноморье как войну Израиля с Палестиной, что, на мой взгляд, в корне неверно, а тем более неверно будет представлять ее как войну израильской армии против палестинцев. Дело в том, что подавляющее большинство людей интересуется Ближним Востоком, что называется, от случая к случаю, не вникая в суть событий, больше поддаваясь эмоциям, бушующим в СМИ и социальных сетях. А потому, как правило, все национально-освободительное движение палестинское представляется им однообразной массой. Что собой представляют палестинцы из сектора Газа, иудеи и СМРИ? Что такое Хамас, исламский джихад, фатах, ООП, палестинская автономия? Каковы взаимоотношения властей автономии Хамаса и Израиля? Я попытаюсь, если не распутать этот сложный клубок, то, во всяком случае, немного прояснить общую картину. Учитывая, что тема очень глубокая и очень большая, сегодня я вкратце расскажу об образовании палестинской автономии и начале войны в Фатах и Хамаса. В следующем выпуске речь пойдет о захвате власти Хамасом в секторе Газа и идеологии, целях и задачах и дальнейшей эскалации конфликта с Израилем, приведшим к нынешней войне в Газе. Итак, начнем с небольшого экскурса в историю палестинского национально-освободительного движения, организации освобождения Палестины и итоги ее деятельности в период с дня ее основания до образования палестинской автономии. Организация освобождения Палестины была создана по инициативе Лиги арабских стран 28 мая 1964 года. В 1968 году в Каире Палестинским национальным советом был принят программный документ ООП, так называемая Палестинская хартия, предусматривающая ликвидацию государства Израиль, устранение сионистского присутствия в Палестине, рассматривающая Палестину как неделимое региональное образование в границах существовавших во времена британского мандата. Парламент ООП, Палестинский национальный конгресс, включает в себя 450 представителей. Верховный совет состоит из 90 членов. Центральный исполнительный комитет правительства ООП состоит из 15 человек. С 1969 года и до своей смерти в 2004 году неизменным председателем исполкома ООП являлся Ясер Арафат. После его смерти и по сегодняшний день этот пост занимает Махмуд Аббас, известный также как Абумазан. В Фатах старейшая и крупнейшая палестинская организация, председателем которой со дня ее оснований до своей смерти являлся Ясер Арафат. В Фатах фактически контролируют ООП, являясь самой мощной палестинской организацией. Помимо Фатах, в состав ООП в разное время входили более 10 террористических организаций. Среди них самые известные такие, как Народный фронт освобождения Палестины Жоржа Хабаша и Демократический фронт Найва Халатмы. Сейчас я не стану подробно останавливаться на этом. В свое время я очень много писал о них, о их террористической деятельности. И при желании эти книги можно без труда найти в книжных интернет-магазинах или в электронном виде. Организация освобождения Палестины ООП, объединившая под своим началом много арабских террористических групп, была квалифицирована как террористическая организация с момента ее основания, вплоть до 1993 года, когда после подписания соглашения в ОСЛА Арафат официально отрекся от терроризма и признал право на существование государства Израиль. После этого ООП и Фатах формально перестали быть террористическими организациями. С первого дня основания ООП и входящие в ее состав палестинские организации террористическими методами боролись за то, что они считали своими национальными интересами. Террор унес тысячи жизней как израильтян, так и палестинцев, и многих граждан других стран, оказавшихся в этом эпицентре этого жестокого противостояния. Развал Советского Союза и Варшавского договора традиционных политических спонсоров ООП и как результат растущая тенденция к изменению всей политической модели мира стали одним из основных факторов, подтолкнувших обе враждующие стороны к осознанию необходимости начала прямого диалога по урегулированию полувекового Палестино-Израильского конфликта и упорядочиванию отношений Израиля с его арабскими соседями. Подводя итоги деятельности ООП, нельзя пройти мимо тех безусловных достижений, которых она добилась за почти полувековой период ее существования. Так или иначе, но стоит признать тот факт, что террористическая деятельность ООП невольно сформировала национальное самосознание палестинского народа. Стоит отметить, что в начале второй половины XX века палестинское национальное движение было неотъемлемой частью общеарабского национально-освободительного движения, которое берет свое начало с окончания Первой мировой войны. Стремление образовать свои собственные этнические государства на территории проживания той или иной этнической группы. Арабское население Палестины оказалось в гораздо более сложных условиях. Непрекращающиеся военные конфликты привели к рассеиванию арабского населения Палестины по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. ООП, провозгласив начало национально-освободительной войны, смогла объединить вокруг себя выходцев из Палестины. Она стала именно той силой, которая пробудила в палестинцах национальное самосознание, поскольку даже в 50-х годах 20 века еще не существовало самого понятия «палестинский народ». До этого жители Британской Палестины не без основания считали себя сирийцами. Дело в том, что в Османской империи вся Палестина называлась Южной Сирией. ООП добилась объединения под своим началом более десятка разрозненных палестинских террористических организаций. которые, несмотря на глубокие внутренние противоречия и конфликты, смогли выработать общую политическую стратегию, палестинскую хартию, и создать единое национально-освободительное движение. ООП стала коалицией палестинских террористических организаций, объединенных одной целью – уничтожение Израиля и построение палестинского демократического светского государства. Я хочу особо отметить светского государства, а не Исламского Эмирата, живущего по законам шариата, к чему стремятся сегодня Хамас и Исламский Джихад. ООП не только получила поддержку со стороны подавляющего большинства стран арабо-мусульманского мира и стран социалистического блока, но и добилась международного признания и официального представительства в ООН. Благодаря деятельности ООП из палестинской среды вышел на мировую арену ряд видных политических деятелей, игравших на протяжении второй половины 20 века весьма заметную роль в мировой политике. Я бы сказал, что ОООП по-своему уникальная террористическая организация, поскольку впервые в истории современного человечества она смогла террористическими методами достичь политических целей. Путем неприкрытого террора и внутриполитических интриг, ООП практически полностью уничтожила внутреннюю и внешнюю палестинскую оппозицию с 60-х-80-х годов. Так или иначе, но она заставила почти всех арабских лидеров считаться со своими интересами. Стоит отметить также еще один немаловажный факт. Долгие годы ООП была основным триггером арабо-израильского конфликта, поставив палестинскую проблему во главу мирного процесса на Ближнем Востоке. Именно по вине этой террористической организации многие попытки мирного урегулирования Ближневосточного конфликта неизменно терпели крах. Однако, наряду с неоспоримыми достижениями ООП допустила ряд грубейших просчетов и ошибок, и ее деятельность имела негативные последствия, не позволившие ей добиться целей, которые она ставила перед собой. Несмотря на многомиллиардный бюджет, неограниченные военные, людские и политические ресурсы, ООП так не смогла дестабилизировать ситуацию в Израиле. Она не смогла в полной мере использовать заложенный в ней громадный потенциал и фактически проиграла израильским спецслужбам, навязанную ею террористическую войну. Своей террористической деятельностью ООП невольно способствовала созданию в Израиле высокопрофессиональных спецслужб. А непрекращающаяся террористическая война и враждебное арабское окружение, сами того не желая, сплотили израильское общество, которое только находилось в процессе становления. Они ускорили процесс становления самого еврейского государства, его гражданских и военных институтов. Полувековая террористическая активность ООП привела к тому, что на сегодняшний день израильское общество, как никакое другое общество, морально и физически подготовлено к угрозе нарастающего международного исламского терроризма. За полувековое противостояние оно фактически превратилось в единый организованный военный лагерь. И несмотря на то, что террористическая деятельность ООП привела к большим экономическим и людским потерям, темпы социально-экономического развития Израиля оставались по-прежнему высокими. Израиль по-прежнему входит в число наиболее экономически развитых стран мира. ООП также не смогла предотвратить репатриацию евреев со всего мира, а своей международной террористической деятельностью, взрывами, угонами самолетов, захватами заложников и хладнокромными убийствами мирных граждан более чем на полвека оттянуло процесс зарождения независимого палестинского государства. Стоит также отметить, что из-за своей непродуманной авантюрной политики, во многом навязанной ООП со стороны ФАТХ, на протяжении нескольких десятилетий ООП вынуждена была вести борьбу на три фронта с Израилем, Хашемицким королевством и с внутренней оппозицией, за которой, как правило, стояли интересы отдельных арабских стран, преследовавших свои узкие геополитические интересы на Ближнем Востоке. Как видно из всего вышесказанного мною, у Организации освобождения Палестины были свои несомненные достижения, но в целом она не смогла добиться своей главной цели – уничтожение Израиля и построение независимого палестинского государства. Все это, в том числе и изменения окружающего мира, заставили руководство ООП искать другие пути для разрешения палестинского вопроса. На протяжении многих лет правительство Израиля вели переговоры с соседними арабскими государствами относительно судьбы Иудеи Самарии и сектора Газа, при этом отказываясь вступать в какие-либо переговоры с ООП, которую они считали террористической организацией. В 1988 году Иордания отказалась от своих притязаний на западный берег реки Иордан в пользу будущего палестинского государства. После провала лондонской инициативы Израиль и ООП оказались под сильным давлением со стороны международного сообщества, требовавшего, чтобы те провели переговоры для урегулирования конфликта. В 1991 году состоялась Мадридская мирная конференция, на которой израильские представители впервые встретились с представителями палестинцев, прибывших в испанскую столицу в составе иорданской делегации. Конференция не принесла никаких практических результатов, но имела огромное символическое значение. В течение 1993 года инициировались частные секретные переговоры, поскольку израильское законодательство запрещало гражданам своей страны вступать в какие-либо контакты с представителями ООП. Тем не менее, когда о положительных результатах частной инициативы было доложено израильскому премьер-министру Рабину, он дал свое одобрение на продолжение негласных контактов с ООП. Итогом стало первое соглашение, которое было тайно подписано в ОСЛО, 20 августа 1993 года между министрами иностранных дел Шимоном Пересом и Махмудом Аббасом. 9 сентября того же года Ицхак Рабин и Ясер Арафат объединялись письмами о взаимном признании, переданном через министра иностранных дел Норвегии. В сентябре 1993 года в Вашингтоне на лужайке Белого дома премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель ООП Ясер Арафат в присутствии президента США Билла Клинтона подписали совместную декларацию о принципах. Декларация содержала основные параметры промежуточного соглашения о палестинском самоуправлении и немедленном установлении палестинской автономии в секторе Газа и анклавии Рихона и дальнейшем распространении ее на жителей Иудеи и Самарии. Была также достигнута договоренность о создании палестинского правительства и выбора в законодательный совет на палестинских территориях. 28 сентября 1995 года в Вашингтоне было подписано Палестино-Израильское соглашение, получившее неформальное название ОСЛА-2. Главным его итогом стало расширение палестинского самоуправления на территории Иудеи и Самарии. Но и этот шаг не привел к долгожданному миру. Хотя Арафат официально отказался от практики террора, Израиль захлестнула волна террора невиданных масштабов. Бездействие, попустительство, а порой и прямое соучастие Арафатовской администрации привело к активизации Хамаса, Исламского джихада, НФОП и так называемых бригад мучеников Аль-Акса, Исламистского крыла Фатах, которые стали использовать Западный берег и сектор Газа, находившихся под управлением палестинской автономии, как надежное убежище и плацдарм для нападения над Израиль. В ответ армия обороны Израиля, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, вынуждена была блокировать палестинскую автономию, что привело к значительному экономическому упадку на палестинских территориях. Договоренности между спецслужбами Израиля и палестинской автономией в совместной борьбе с терроризмом не соблюдались. Спонсоры мирного процесса ощутимо сократили экономическую помощь палестинской автономии из-за коррумпированности всех ее структур. Раскол между Израилем и палестинской автономией также усугубил приход к власти в Израиле в 1996 году нового правого правительства и расширение поселенческой деятельности на западном берегу реки Иордан. На мой взгляд, коренным переломным моментом в отношениях Израиля и палестинской автономии стал уход из жизни язера Арафата и приход к власти Махмуда Аббаса, пользующегося репутацией умеренного прагматика одного из главных архитекторов соглашения в Осло. Аббас возобновил и продолжил переговорный процесс, за что был занесен в черный список Аль-Каиды. Он попытался заключить перемирие с Хамасом и исламским джихадом, но так и не смог остановить террористов-смертников. Коррумпированный режим Арафата и его политических последователей привел к страшному обнищанию палестинского народа на территории контролируемой палестинской администрации. Чем не применули воспользоваться исламисты? По результатам выборов в январе 2006 года большинство мест в палестинском законодательном совете три четверти голосов получил Хамас, который сразу отказался признавать ранее заключенные с Израилем соглашения. Коалиционное правительство с Фатах создать не удалось. Одним из камней преткновения стало требование Хамаса передать под его контроль все силовые структуры палестинской автономии, что для Фатах и Махмуда Аббаса было равносильно самоубийству. Это вылилось в кровавую междоусобицу, жестокую гражданскую войну между Фатах и Хамас, что в конечном итоге привело к расколу палестинской автономии на два подконтрольных партия Манклава сектор Газа Хамас западный берег реки Иордан Фатах. Основные столкновения между Хамасом и Фатах начались в 2006 году в секторе Газа. В 2007 году сторонники Хамас установили полный контроль в Газе, жестоко расправившись с представителями администрации Махмуда Аббаса. О ходе гражданской войны в палестинской автономии, о захвате Хамасом власти в секторе Газа и о том, что собой представляет Хамас и дальнейшей эскалации конфликта с Израилем, приведшим к войне в Газе, я расскажу в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующий мой выпуск. Напоследок, я прошу поддержать мою работу. Сделать это довольно легко, для этого достаточно поставить лайк под этим видео, написать комментарий или задать вопрос и, конечно, подписаться на мой канал. Все это будет способствовать тому, что мой канал поднимется по алгоритмам Ютуба и это видео увидят намного больше людей. Ссылку на предыдущие выпуски вы можете посмотреть в описании под этим видео. Будем и дальше следить за развитием событий. перейдите себя и читайте мои книги. Всегда с вами Александр Брасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова